Проблема для меня насущная, вообще в слиянии все было, да, все было в слиянии, поэтому сейчас, если удастся, быть вот сейчас однозначно. А для меня, ты сказала, меня, для меня насущная, меня... Да, я уже начала с слияния, для персоны, для эго. Ага, вот смотрите, как бы нам нужно что? Вот я говорю меня, ты же уже пробужденная, то есть ты раз сразу, это ложная, это же не я, и это уже меняет твою речь. Может быть, дальше формулирование твоей истории уже изменится. Совсем недавно мой персонаж повел другого маленького персонажа, который играет роль сына в студию. Моему персонажу и эго... Моему, чьему моему? Этому персонажу, который играет роль мамы, на тот момент было важно, потому что это закрытая студия, туда никто попасть не может. И вот приняли, привели... Я... я... вот... тело... А маленький персонаж стал сопротивляться. Не хочу, не буду, и вести себя очень естественно, как ему ведется. и срывает... ставит... нет... Я с... ммм... Происходит слияние... Кого? С кем? Я... ну... отождествление происходит. Происходит отождествление. То есть я осознание отождествляюсь? Я осознание отождествляюсь с ролью мамы. Там... А теперь у тебя сразу есть возможность не отождествляться. Да, ты не отождествляешься с мамой. И... тогда что? Ты не отождествляешься... Мама это не ты, ты никогда ей не была. Это тебе снится. А сознание как хочет, так и проявляется. Сознание проявлялось. Да. Как хотела. Посылала всех. Веселилась, срывала урок. И... Играла. И персонаж, который играл роль преподавателя, говорит, а вы точно будете ходить? А может, вы не передумаете? А вот... А сознание? А сознание в этом теле, которое играло роль, отвечает. Нет. Нет. Ага. Нет. Мы будем ходить. При этом, замечается реакция. Реакция гнева. Слава Богу, пропускается. Проживается. То есть, слава Богу, силой выжить. Реакция гнева на кого? На что? На намек, что с таким поведением, может, вы не будете ходить. На предложение. Да. А вот здесь вот с каким поведением? Маленький персонаж не слушается. У него нет авторитетов. Он делает, что хочет. А в этой студии такое недопустимо. Да. И гнев возник, что такое недопустимо в этой студии? Да. Что такое недопустимо. Нет. Гнев возник, что… Вот произошло слияние и возник гнев, что я упущу сейчас эту возможность. Вот я, вот уже слияние. Да. Упускаю эту возможность. Таким трудом давно. Да. Кто я? Да. Вот. Да. Это было слиянием. Это уже все. Я разотождествляюсь. А как ты разотождествляешься? В чем разница между отождествленной тобой и разотождествленной? Разотождествленный уже не верит, что это все серьезно. Его не страшат последствия. И он принимает, что да. Да. Угу. А у персонажа, который играет роль сына, у него действительно поведение такое, которое описывает персонаж-учитель? Да. Он не такой, он не подходит под обычный стандарт детишек, которые все сидят, или человек, и сидят. Угу. Он не сидит. Угу. И позволяет себе вещи, которые дети себе не позволяют. Например? Например. Она ему говорит, горди, у нас так не делает он ей. Угу. Ну и она… А сколько лет горди? Пять. Ага. Ага. Например, еще? Еще, например. Все… Наша группа собирается, ребятки, мы пришли на экспозиции. Но я не пойду. Она как так, у нас вот все, двери автоматические блокируются, мы тебя оставить не можем. Не пойду, не хочу. Ага. Группа уговаривает, а он в своем измерении. Ага. Еще, например. Или это уже было все после этого? Вот что, может быть, вы не будете ходить после этого? Нет. После этого она вызвала меня. Ага. Меня… Она вызвала маму Гордея. Ага. 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 Я… Тело пришло в нужное место. Она… Она, персонаж, рассказывает ситуацию и говорит, все, вот, что хотите делать, и мы пошли. Мой персонаж берет этого персонажа, ему объясняет, и мы вместе идем догоняем их. Ага. То есть, тот персонаж, который играет роль учителя, он говорит правду? Не, он говорит правду. Я знаю эту правду. Да. А гнев почему возник на него? А гнев возник. А гнев возник, потому что есть убеждение у персонажа, что педагог, которая не может найти подход, не справляется, стоит, руки разводит. А, help, help. И гнев, что… То есть, я, мама, даже не могла его, не могу его воспитывать, а педагог должен? На самом деле, там подоплека в том, что его сейчас попросят, и я потеряю эту возможность. Я, я слившееся сознание с персонажем, потеряю возможность, то я не буду вводить ребенка в эту сторону. То есть, вот смотрите, что личность? Личность боится, вот будущее, да? Личность боится, что сорвутся какие-то планы, что что-то произойдет, потеря, да? Личность, ложное я сейчас руководит в этой ситуации, да? Ложное я. А если ты осознаешь, что это ложное я? Да, в чем волнение? Если это правда, что он такой, в таком стадии, это значит, к этим кому? К ягнеатам привели волка. И волк сразу видит, что я буду среди них делать. А мама говорит, нет. Будь ягнеатом. Там дальше опять идет страх. И вот сейчас я понимаю, что там страх за страхом и страхи. А вообще, в итоге, ничего страшного нет. Да, то есть, что будет? Да нет, вообще ничего не будет. Нет, будет, но по-другому. По-другому, да. По-другому. Другая возможность будет. Другое, по энергетике, по компании, наверное. Куда-то же все равно его энергия и события притянет. Там, знаете же, есть вот разный спорт. Вот иногда думаешь, там, ребенок болел, говорят, в детстве. И врач сказал его отвезти там куда-то. И вот случайно познакомились с женщиной. А она, оказывается, тренер. И отвели это. А потом это чемпион мира. Да? Ну, как бы. И тоже вот мы не учитываем, да, вот, что хочет вот это вот существо маленькое. Куда у него, да? Угу. 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 И по горячим следам, начав быстро отрезветь и приходить в себя, уже начинается понимание, что… Да. ЛES stuff… И, в принципе, какое видение есть в отношении этого, теперь, с уровня истинного Я. Что действительно, может быть, его природа там не проезжается. Это насилие, чего я, чего мой персонаж, моё эго старшиться само же и воспроизводит. Угу. Угу. Возможно, что. Угу. Возможно. И тогда какое представление формируется о том, как нужно действовать? Никакие возможности не упускаются. Просто где оно нужно, оно туда притянется. Помогать, направлять, слышать, слышать. И понимать, что уровень сложности такой выдался. Уровень сложности, ты о чем сейчас? Персонаж. Персонаж подобрался, тоже притянулся ко мне. Это который играет русина? Да. Не просто. Это вот про то, что педагог не может найти подход. А мама может. То есть это в принципе, знаете, однажды я помню, был в какой-то группе в Крыму. И помню, мы сидели в автобусе, мы уже уезжали с этой группы. И я одной женщине, не знаю почему, я сказал ей там, что что-то там мне нужно сделать. И она говорит, ну это ты сказал себе. И получается, что когда ты сознание сказала в отражении педагогу, ты по сути сказала про себя, что я не могу найти подход к сыну. Персонажа своего, да? Да. И вот ты как личность не можешь найти подход. А как сознание? Как сознание, когда я, вот как сознание, там такая идиллия. Потому что личность полна страхов и предубеждений. Вот все в страхе, все вот так, как годня, вот в страхе, вот реально. Только отошел, все. Тогда вот прямо сейчас, вот такая осознанная речь, как влияет на твою пробужденность? Конкретно в моем случае она прям отрезвляет. В моем? В чем? Да. В чем в моем? Осознанная речь. Нет, это не ошибка, Ананда. То есть это как бы не надо, что в моем сказала. Нет, ты можешь продолжать говорить, но просто ты должна осознавать, что в моем это так принято говорить. Потому что ты не сможешь выйти за рамки этой общепринятой речи. Либо ты будешь такая же вычурная, как вот та девушка. Ну, это неудобно, Шри Богова так не разговаривает. То есть он разговаривает обычно, я, ты, мы, но в принципе все осознает, понимает. И вот, как ты сказала, мне или что ты сказала? В моем. В моем. Вот сейчас мы переходим к тому, чтобы говорить личностно, но подразумевать себя как сознание. В моем случае. Персонаж забыл вообще. Да, а вопрос был. Какой вопрос был последний? А что мы? А с уровня сознания как отношение с персонажем сына? С уровня сознания? Просто. Все просто. Естественно. Принятие. 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 Даже если он что-то там, да? Как. Общепринято. Да. И если. Я, ну я сейчас понимаю, что я, кто я. Это общепринятые речи. Я понимаю. Я сейчас хочу сказать, что вот я сейчас говорю, говорю вот эту осознанную речь. И перестаю вообще понимать. И перестаю вообще понимать. Вообще просто, что я хочу сказать. И мысль уходит. То есть, когда мы уходим с персональности, теряется вообще смысл разговора. Не поныть, не пожаловаться. Не обвинить никого. Говорить не очень. Говори. 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 Да. Ну поэтому же они молчат. Больше. Ну реально это все прошло. История нет. Трагедия. Все истории получаются персонажи. Персональности, да. Если персонажа нет, истории нет. Вот понимаете то, о чем мы говорим. Что когда ты существуешь как момент, персонаж и история исчезают. И вот если мы говорим таким образом, то тогда энергия тратится на бытие, на бытие, и жизни с моментом. Вообще интересно. А вот, скажем так, когда ты была таким же персонажем маленьким, и ты же, ты, будучи персонажем, ты же тоже себя так вела. Не хочу, не буду. Ну, были такие моменты? Мой персонаж был прикиншим. Нет. Все это внутри было. Он грунтовал? Да. Ну вот, как бы, он грунтовал. А вот что ему нужно было от взрослых персонажей? От взрослого персонажа? От взрослых персонажей, конкретно от мамы, роль мамы, которую от взрослых персонажей, было нужно, чтобы она не кричала, а договаривалась. Вот и ключ. Вспомнив это, я применяю на своей практике, это не всегда работает. Ну, и в каких, в скольких процентах случаев это работает? Два, три, сорок. Сорок процентов, да? Сорок процентов. Ну, вообще, конечно, воспитание персонажей детей, это целая наука, которую ты постигаешь, как персонаж, мама, как сознание. И, тем не менее, вот как-то я недавно разговаривал с... Мы учились вместе на актерском-режиссерском. Он говорит, да... Просто же любишь ребенка. Ну, и как бы, и дальше все идет из любви. И вот, как бы, а в твоем случае, как мамы, персонажи? Персонажи очень любят. Ну, смеяние со страхом и искажение с реакцией. Искажение, да? То есть, какое решение? Искажение в чем? Начинает мыслительный процесс, с которым слияние. Что если я сейчас собой буду так любить и позволять, ну, и палу, и в конец. И тогда вообще тяжело будет его... Ну, как-то в социуме он втиснет. Но любить, это разве и всегда позволять? Мой персонаж соглашается с тем, что у него, опять же, из-за страха не может проявлять гнев. Вот. То есть, смотрите, у тебя есть влияние с историей, в которой ты не принимаешь крик мамы. И поэтому ты сама его не можешь эффективно проявлять. А родители должны, наверное, ограничивать детей криком, руганью и какими-то такими вещами, да? И вот сейчас твое слияние с персонажем и с этими страхами лежит из-за неприятия. Ты в той своей истории не позволяла маме кричать. И у тебя даже претензия к маме, что она повышала голос, ну, написано об этом, да, было в запросе. А что тебе мешает прямо сейчас, вот, как сознанию, как сознанию, разрешить ей кричать на персонажа, которым ты никогда не являлась? Можно, можно. Можно. Можно кричать. Прям можно. На сына можно кричать? Ну, как-то на вот этого персонажа пусть кричат, но вытерпят, он теперь знает. А этот персонаж не может кричать, потому что вот тут идет слияние со страхом повредить психику. Как когда-то моему персоналу повредили. Но твоему персонажу повредила не мама, а сам персонаж. Потому что кричат практически на всех. А видимо у Гордея он 10 раз ответит. Ну, где-то что-то это. У него же другая генетика уже. Что-то я опять. Вот сейчас я. Я. Ты можешь требовать и кричать на сына, когда он не управляем, когда он не подчиняется, и когда он может причинить себе вред. Могу. Могу. Я даже могу его к полу прижимать. Все, я позволила себе. Потому что до определенного возраста ты можешь это делать. Уже, уже с трудом. Уже. Накажем. Все, я разрешила себе это. Я не разрешала. Все, я его придавила к полу и сказала, так нельзя делать. Это делать. Вот это понятно. Вот это понятно. Мне сразу понятно. А если, не будете ли вы бы любезны так? Все, свободен. И не гуляй. Да, чувство вины. Все. А все. А любовь. А люблю. А люблю. А люблю сильно. Из любви, чтобы потом же и мужа был. То есть, время собирать камни, время разбрасывать камни. Время, значит, ну, я не знаю, там, ругать или как-то какое-то... Он такого темперамента, он такого воспитания, хулиганистого, да? Папа там вот так воспитывал, да? Потому что у вас особая ситуация с вашими местожительствами и так далее, да? И вообще, как-то ему там папа-мама, там такое соединение, поэтому... Да. Вот. И как ты себя сейчас чувствуешь? Мне? Кому мне? Телу сначала, прямо в тело. А потом мне... Во-первых, тот, кто не позволял, сначала он успокоился, разрешил. О, нормально, все можно. А потом с уровня, когда разотождествление, то вообще и так нормально, и так можно, и ничего не случилось. Ага. А потом, а кто повредился психикой здесь? Вот смотрите, наговаривание на себя, да? Вера, была вера, что... Смотрите, да, вот как... Это вот мы завтра сытинские настрои будем. Вместо, значит, фраз, от которых наша психика питается, у нас вот такой набор суповой. Значит, там, поврежденная психика и так далее и тому подобное. У кого поврежденная психика? Есть у кого-то? Уже нет. Угу. Угу. Нет. Нет. И этого вообще нету в твоей... в твоей реальности. Все нормально, все хорошо. Ну что, это был пример осознанной речи, да? Нет. Нет. Ну вот. Я не отнош.